Насколько для вас это эмоционально важный момент? Всё-таки это был ваш проект, он носил ваше имя, и теперь официально всё, поставленный там крест, имени нет. Ну, имени нет, но я думаю, что для всех нормальных людей понятно, что это мой банк, который я создал. С одной стороны, какая-то эмоция есть. С другой стороны, я сам хотел давно этого переименования, потому что изначально я сказал, что я не хочу, чтобы мой бренд в фашистской стране там был и так далее, и так далее. Они меня, так сказать, судами запугали. Но действительно, бренд был оформлен на банк, и там было сложно его отозвать. Я хотел отозвать, в общем-то, бренд изначально сам, потому что они убрали, ну и слава богу. Меньше, так сказать, будет заботы. Я не очень хочу, чтобы там моя фамилия, моё имя полоскалось в стране, с которой я никакого отношения нынче не имею. И, в общем и целом, мне неинтересно, что там происходит. Как-то так. Вы вообще не следите за судьбой банка? Всё-таки это было... В него было вложено огромное количество сил. Вам же наверняка интересно, что с ним делают после того, как вы были вынуждены его продать. Ну, знаете, вы, наверное, удивитесь, не интересуюсь. Просто, ну, действительно, я отрезал эту историю. Там до меня, понятно, доходят все время какие-то слухи, потому что много сотрудников, которые меня любят искренне. И которые мне там нет какой-то информации. Не то чтобы я им звонил, скорее, они там мне звонят, пишут, или я в Европе встречаюсь. Вот. Они что-то там рассказывают. И понятно, что... Я знаю, что настоящая причина, конечно же, была. Это то, что там на Потанина давили, там, с администрацией президента. И на Близнюка там он давил. Это он, кто он там у нас. Я не помню, кто он сейчас. Ну, он типа главный в банке. Вот. Как вы знаете, что сейчас в России время, так сказать, серостей. Все нормальные люди, кто построил банку, и оттуда уехали. Кто-то живет там в Дубае, кто-то живет на Филиппинах, кто-то живет в Мексику. В основе все уехали, хорошие сотрудники. Там остались такие вот бездари в виде Близнюка. И понятно, что они хотели там и на агент, там убрать мое имя. Но сегодня утром я в заявлении видел, что этот Близнюк сказал, типа, имя должно быть кристально чистым. Ой, мой гад. Что ж оно два года-то не было кристально чистым для них? А теперь вдруг стало кристально нечистым. Понятно, что на них давят. Это политически убрать. Они, так сказать, убирают. Именно из-за этого. Ну, вообще, страшно, что там происходит. Они там Близнюк, вот он через букву Z пишется. Они там зигуют за войну и так далее, и так далее. То есть там, конечно... Это не тот Тинькофф, который я построил, который я любил. Это уже, так сказать, Z-организация. Как вы думаете, почему одни два года ждали вот этого переименования, не переименовали раньше, если они так заботились о вот этой вот псевдокристальной чистоте? Ну, потому что, простите за нескромность, я построил один из лучших брендов в России. Это был и есть мегамощный бренд. В него вложены сотни миллионов долларов. И, конечно же, они застряли. И Потанин не понимал, что с этим делать. Ему, конечно, хотелось бы переименовать, но он понимал, что это будет большой удар по клиентам, большой удар по привлечению. Но он сейчас у них и будет. Я думаю, там объемы будут падать в моменте, во всяком случае, масштабы бизнеса будут падать. И, соответственно, они тянули до последнего и хотели сохранить бренд, потому что, действительно, это бизнес. Но потом, вы же видите, меня там и на агентов сделали, потом я, типа, с их точки зрения не успокоился, хотя я ничего особенного не делаю на мой вкус, но, тем не менее, я свою позицию четко формулирую. Они понимали, что это странно. На всех площадках, на Первом канале идет Тинькофф, он такой один. И это очень забавно. Мне все звонят, говорят, да, действительно, ты такой один, ты единственный бизнесмен, кто внятно высказался против, так сказать, войны. И в какой-то момент они взвесили уже риски. Ну, я так понимаю, на них было политическое давление. Уже и после вот этого иноагента, или как они там его называют. Мне неинтересно там, на самом деле, как они меня называют. И они решили переименовать. Вот как-то так. Ну, кстати, очень неудачно переименовали. Я считаю, им надо было называться Z-Bank. Это было бы намного круче. Z-Bank. У меня всегда было с креативом хорошо. Надо было им все-таки мне позвонить. Z-Bank, это было бы... Это отражение сегодняшнего Тинькоффа. Это Z-Bank. Классно. А какой вы судьбы желаете вот этому банку, который был в прошлом вас, носил ваше имя, а теперь вы считаете, что он, в принципе, по сути, Z-Bank? Хотели бы вы его закрытия, гибели и так далее? Да, слушайте. Да нет у меня каких-то больших глубинных эмоций к этой ситуации. Живут, пускай живут. Мне людей там жалко хороших. Я им говорил, уезжайте оттуда, пока не поздно. Всем айтишникам, нормальным инженерам. Понятно, что там верхушка. Вот это осталось же, полизы эти все. Но им все равно. А ребят жалко, которых мы набирали годами. Потому что не все уехали. Уехало, наверное, процентов, я не знаю, 40-50. Остальные остались. Мне жалко людей. А что там с этим банком будет? Ну, там я не знаю. Потанин переведет туда счета Норникеля, и все будет хорошо, наверное. То есть пусть живут, как хотят. Спасибо большое. Это был Олег Сеньков, предприниматель. Я не знаю, как говори. Знаете, хотел еще один задать вопрос. Ваши бывшие коллеги, например, Фридман, обосновывая, почему он не расстается с Альфа-банком и даже возвращается в Россию, неоднократно говорил о том, что он очень ответственен перед теми людьми, которые работают в этой огромной структуре, и поэтому не может ничего сделать, потому что вот эти люди, они как бы вот его привязка, его как бы вот эта вот как бы его ответственность перед Россией. Как вы относитесь к этому, позиции к такой? Вранье, потому что вы же видите, я уехал, и прекрасно там, ну какая разница, владелец Потанин, у Альфа-банка был бы владелец там, еще кто-то там, я не знаю, кто там, дочка Путина. Но это все не важно. Это просто самооправдание. Просто бабки любят, и все. Причем здесь люди? Людей-то никто на улицу не выгонит от того, что их владелец займет какую-то позицию. Что поменяется у людей? И никакие футбольные команды не разгонят, обратите внимание. Будут они там себе играть. Поэтому это все оправдание. Люди себе ищут. Так что вот так вот. Жалко страну. Жалко Тинькофф-банк. Все-таки жалко. Спасибо. Это был Олег Тинькофф. Жалко в контексте страны. Просто могла бы быть крутая фишка. То есть это был один из лучших банков в мире. Правда. И сейчас это превратится в Z. Спасибо, Олег. Все доброе. Спасибо вам за принципиальность. Это был Олег Тинькофф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...